Продолжение следует... Серьезно их описывал по 20-е годы, 20-го века Виктор Максим Жермунский. Ему не удалось завершить свои работы, потому что он и его сотрудники были обвинены в шпионаже в пользу Германии. И фактически в 30-м, в 31-м году пришлось это свернуть. А материалы интересны, интересны и с точки зрения архаизма этих диалектов, и с точки зрения диалектных смешений. То есть понятно, что люди приехали в XVIII веке из разных мест, и вот вопрос, почему они говорят на том или ином диалекте. И если они приехали из разных мест, как смешались эти диалекты? То есть что значит смешались? Это значит, что там одна форма из одного взята, а другая из другого. Или какой-то один диалект стал ведущим по какой-то причине. Даже у крестьян мог быть высокий престиж, и более низкий крестьян. И в связи с этим очень захотелось обратиться к истории, то есть откуда люди приехали. А уже в то время, когда Виктор Максимович изучал эти колонии, архивов вот этих петербургских колоний не существовало. Они куда-то исчезли или сгорели. Поэтому такого списка у нас нет, откуда они приехали эти люди. Но вот я обращалась непосредственно к историкам и к материалам, и все говорили, что это были те же люди, которые уехали на Волгу. То есть те же, что уничтожки немцы. А тогда возникает вопрос, как же они попали под Петербург, если они должны были уехать на Волге. О том, что они должны были на Волгу уехать, говорит и название одной из главных колоний Новосаратов, как вот Петербург. И тогда нужно было обратиться к косвенным данным историческим в Германии и в России. Прежде всего, почему приехали в XVIII веке колонисты из Германии. Тогда была политика, разработанная Йоханном Хайнрифом фон Юсти, о том, что приток народонаселения улучшает экономику. И стало модно приглашать людей из других стран. И стало известно, что, например, колонисты, французские эмигранты, гугенуты, способствовали развитию промышленности в Голландии и Англии. Что колонизационные мероприятия в Круссии, Австрии, Америке очень были важны. И Екатерина II тоже решила пригласить иностранцев. Важным в истории колонизации были два манифеста Екатерины II от 1762 года, законодательные акты. И там точно указывались привилегии, и как они приедут, и что они получат, и от чего они будут освобождены. И также в 63 году был указ об учреждении канцелярия опекунства колонистов, тут или в канцелярии, так называемой. Но один пункт был как бы невыполнен вот в этих всех документах, из этих документов. Там было написано, что селиться где угодно. А на самом деле нельзя было селиться где угодно, ему пользовалось, становился список. И в этом списке ближе всего были волжские территории. Почему волжские? Они были незаселены, это были степи, трудные для сельского хозяйства. И там были набеги кочевиков. Это были территории недавно отвоеванной России. И нужно было их укрепить. То есть совершенно естественно, наоборот, опять же, человек и петербургом. Изучая возможности, открою выезда, нашла интересные материалы о том, как людям тяжело было жить, крестьянам, в этих карликовых государствах. И даже там недалеко ходить можно из пьесы «Коварство и любовь». Вы видите, как, значит, продавали люди в иностранные армии. Вот положение было тяжелое. Нужно было поставлять лошадей в армию. И очень много-много было всяких тяжестей быта. И поэтому люди уезжали. Для того, чтобы побольше народу приехали в Россию, создали институт так называемых вызывателей или антропенёров. И вот такие были посланники при дворе, которые вербовали этих вызывателей. И соблазняли крестьянам, обещали им золотые горы в России. И с этими антропренёрами заключался договор. И они получали деньги за каждого колониста. То есть они снимались как можно больше завербовать. И посланники были Мурсин, Пушкин и Смолин, которые всё это организовали. И вот в ходе таких небольших разысканий, в основном по историческим источникам, я узнала, что те крестьяне, которые появились как-то в Смоле и Петербурге, раньше были в других колониях. И в частности, некоторые из них довольно большое количество были на территории Дании, там, где сушали болото. И это была область Флесбург, Бутоп. И там они туда завербовались. И там были условия ужасные. И если жили в землянках и так далее, и если по русскому законодательству они имели право уехать обратно, то по вот этому датскому они не имели право уехать обратно. Чтобы уехать обратно, нужно было разрешение. А им разрешение, как правило, не давали. И вот одна замечательная, совершенно женщина, историк-краевед, которая, ну это отдельная, конечно, история, женщина всю жизнь проработала на почте. И при этом она сама себя образовала и стала замечательным историком с тенем рукописи, работой в разных архивах и так далее. И вот она обратила мою внимание на это. А издал список всех этих колонистов, Готов. И мы с ней стали смотреть, и очень много совпадает. То есть получилось так, что люди бежали из этого Готова и приземлились в Россию. Как это было, по-разному, это было незаконно. И в исторических сочинениях есть только какие-то глухие упоминания. В частности, есть упоминания о том, что Мусин Кушкин направил в этот швезг, в этот швезг, в этот швезг, благонамеренного человека для вербовки колонистов. Но этот человек был там арестован и приговорён к крепостной работе. И туда попадали тоже, вот в этот швезг было запрещено, но в листовке Екатерины Второй, переведённой, в листовке с манифестом Екатерины Второй попадали туда. То есть люди очень хотели туда бежать. Но, как я поняла, это были люди очень такие склонные, смелые, склонные к приключениям. То есть наши петербуржцы и до этого были людьми очень стойкими. Там были приключения, что вот в этой книге, где описано всё-всё-всё, все документы этого года, приключения, что кто-то, значит, украл мошади, он скакал. И, в общем, вот это вот одна какая-то, один элемент мозаики. И, значит, что может быть новое я внесла? Я же знала фамилии этих петербуржцев. Мне из архивов не составили люди, которые ещё там знали своих предков и знали своих односельчан, так сказать. Составили мне список, кто там был. Вот. И мы обнаружили вот с этой замечательной женщиной Элой Гик, что очень многие фамилии совпадают. Но это, во-первых, это историческая загадка, как они незаконны. И я подумала, что, может быть, это объясняется гонтерским вопросом, что эти территории, в общем-то, это же были наследные земли Петра Третьего. И Россия была на грани войны в какой-то момент. И, может быть, это такое мелкое дело, как вот это вот незаконное прибытие колонистов. Мне не стоило это поднимать. И так были большие вопросы политические. Дальше, когда эти колонисты приезжали, они сначала пребывали морем под Петербург. И пребывали они в Кронштадт. В Кронштадте они оставались довольно долгое время, и только потом их посылали на Волгу. Небольшими судами. Вот. И оставаясь... Да, сначала их селили в Петербурге на Мойке. По-моему, это тот самый дом, где потом жил Пушкин. Дом Черкасова, он был куплен. И там они размещались. Но потом не хватило места, потому что такой был заторг в открывке на Волгу. И они жили в Близи Кронштадта, Варанин, Бауми, в Казахах, Гальштинских полков, Петра Трица. Вот. И вот именно тогда некоторые колонисты, а с моей точки зрения, это самые сменные, предприимчивые, обратились, якобы, с прошением к Екатерине Второй остаться под Петербургом. И она разрешила. Это было там более 100 семей. И устроили колонии, которые существовали до 1942 года. Это было Колпино, Новосаратовка и Средняя Рогатка. Вот Колпино, это где Колпино, Средняя Рогатка, это по дороге на современный аэропорт. А Новосаратовка напротив Рыбной Слопады на берегу Невы. Вот. И опять же вопрос, почему она разрешила. Я думаю, что, во-первых, они стали просить, потому что, наверное, стали поступать письма, что волжье степях очень плохо, потому что там действительно природа была ужасная и было очень тяжело. И вот еще такой очень интересный исторический факт, еще один элемент вот этой мозаики. Это есть в исследованиях Бартлета, в истории коротча Бартлета. Вот. В это время явились идеи освобождения крестьян от крепостного права. И ярым поборником этих идей был пастор Эйзен, может быть, кто-то знает, очень известный человек. Он был вообще немец, приехал из Германии и жил в Прибалтике. В разных местах жил, и он там служил как пастор. И у него были разные интересные идеи и хозяйственные, и политические. Есть его сочинения, даже сейчас на интернете есть по-немецки. Например, он изобрел какой-то метод, как сушить фрукты и овощи. Он ратовал за то, чтобы делали прививку от гостя. И вот одной из его очень важных идей было то, что крепостное право очень плохо для хозяйства. И вообще позор и с точки зрения моральной, и с точки зрения экономической только убытки. и он написал такую книжку в немецкой как-то в записке патриота, что-то такое, которая стала известна. И там он пишет, как плохо крестьянам, но он пишет вот в этих прибалтийских землях. и пишет, что в России лучше, может быть, из цензурных соображений. Не знаю. Что так в России не экспортируют. Крестьяне вообще надо отказаться от этого, потому что это только вред наносит всем. И очень разумно. То, что, поведом, потом было внедрено, и все аргументы абсолютно такие, которые потом были. И известно, что пастор Эйзен добился аудиенции у Екатерины Второй со своим проектом лефлянский лютеранский паспорт его идеи. Он встречался. И Екатерина Вторая сначала благосклонна к этим идеям, и она выделила ему земли около Ропши, земли, которые были подарены Орлову. И там он жил два года и пытался что-то там создать, какие-то хозяйства. Но у него не получилось. И, по-видимому, он там поссорился, и он уехал обратно. Он уехал обратно, потом он был в поместье, забыл уже, чьи он умер, тоже в России. И, значит, такая возникла идея, что, по-видимому, Екатерина Вторая хотела создать такие образцовые хозяйства. Ну, во-первых, это и было ясно, что хозяйство будет образцовое. Но она именно разрешила такие хозяйства создать под Петербургом, вблизи дворцов и вблизи резиденций, недалеко, чтобы это было видно, как это все проходит. То есть отменить крепостное право она не решилась, потому что это ущемило бы право помещиков, а вот иностранцам создать с христианами свободных и попасть это было можно. И так и было сделано. И вот по-видимому попали вот эти люди, которые наиболее были смелые и предприимчивые, обратились к Екатерине Второй, и вот они там создали клонию. И там жили и вели хозяйство довольно успешно. Ну и несколько минут, которые мне остались. В общем, это вот я хочу сказать, что я такую как бы мозаику собирала. Да, и вот это же замечательная исследовательница, историк, она мне показала, что некоторые крестьяне приехали вот из того, из той деревьбы, где она живет. И где она собрала замечательную библиотеку по колонистам, просто уникальна. И через эти книги она меня нашла. Вот. Как она показала, что есть в церкви рукопись 18 века, и пастор писал, значит, даты рождения, смерти. И около нескольких фамилий написано «Уехал в Петербург». Вот. Так что вот это даже было видно. И так по-видимому они приехали из юга-запада Германии, откуда и очень многие приезжали. Хотя были северы Германии тоже по диалекту и, что кое-что есть из северных. Но вот очень многие, то есть многие доказывали, откуда они приехали, но не все. Но не все. И в диалектах есть и некоторые элементы, не фонетические, а лексические и северных диалектов. и, значит, несколько слов, что потом с этими колониями стало. В них действительно были замечательные хозяйства. Колонисты обработали землю тоже довольно тяжелые были условия. Петербург мы знаем. И много лет они удобряли эти земли и занимались они в основном посадкой картофель. картофель тоже связан с Екатериной Второй. Это была новая культура. И для Германии довольно новая, а для России совсем новая. А в Германии тоже до этого, в общем, как мы знаем из сказки братьев грим, кашу валили. А каша, которая из сказки братьев грим, горшочек она обшеная. Значит, ели вот в это пшено. А картофель новая была сельскохозяйственная культура. И вот немцы ее обрабатывали на плохих землях и приезжали в Петербург. И как мне вот тоже рассказывали уже, значит, те, с которыми я общалась, что вся жизнь вертелась вокруг картошки. Значит, на завтрак картошка такая, на обед картошка такая. Хотя у нас тоже было. вот ездили продавать картошку в Петербург и, значит, громко кричали картофель, картофель. Даже есть картинка 18 века, как они едут с этим картофель, картофель. я думаю, что они не привезли из Германии эту вот картошку, что это в России, мы тут постали этим заниматься, потому что в диалектах вот тех областей, из которых они предположительно приехали, картофель не называется картофель, она называется кромбера, что означает земляная ягода. Вот, и поскольку там во всех диалектах говорится картофель, картофель, то я думаю, что это новое было для них тоже. Но во всяком случае, вот, петербуржцы ленинградцы были благодарны тем, что они вот такую делали работу, а потом появились так называемые материнские колонии, и была в Парголово, и, в общем, во многих других местах, потом при Александре Первом были еще колонии, еще ближе к царским резиденциям, и в Хронштадте была. Вот, но эти первые, конечно, они были замечательные, у них была своя культура, люди были религиозными, лютеранами, и никакой там агрессии не было, и, в общем, я все, что могла спросить, вообще, до военного еще были пожилые люди, которые диалектом владели этнографическими данными, вот, но в 42-м году их до этого стали высылать в связи с раскулачиванием, вот, но все-таки не всех выслали, а в 42-м году всех выслали в Казахстан, в основном в Сибирь, ну и вернуться не разрешили, и только потом нескольким, опять же, вот этим, таким, наиболее смелым семьям удалось как-то попросить разрешения и выехать, и вернуться в эти края вот, моим информантом, но в основном им не разрешали. Вот. Ну, что еще сказать, в общем, я кончаю, я не буду рассказывать о каких-то сведениях, потому что металлогического, конечно, но генографического тоже может быть, потом, при случае, то есть, вот такая замечательная глава из истории России, которая расходит к 60-м годам 18-го века и вот до 1942-го года, и вот может быть, последнее, что даже не все знали, потому что потом боялись рассказывать, и вот у меня был любимый информант из Колпина, и он, когда я с ним разговаривала, присутствовал его сын, и он там рассказывал, как они жили в этой Колпиной, и этот сын говорит, папа, так что ж, хоснини Тельмана, это что ж там немцы говорят, но, конечно, это и были вот эти муниципальные стырка, хоснини Тельмана, который был очень знаменит, и очень хорошо там эти работы, но вот все, значит, более низкая тема, члены Ломоносов, но тоже глава из Испании. Какие есть вопросы? Поселение на Васильевском острове, немецкие, это другое, но на самом деле они существовали раньше, то есть была возможность какой-то поддержки. Второе, можно я спрошу еще, как это связано с общим движением из воспоминаний уже относящихся к XIX веку генерала Ермолова. Мы знаем, что в Предкавказе жила какая-то секта, которую по ошибке Екатерина вместо того, чтобы работящих крестьян призвать, призвала секту, которая отродясь не брала никаких орудий внутри. По-моему, значит, так, есть минониты, есть вертенбергские сепаратисты на Кавказе, это они при Александре I приехали, потому что говорили, что будет конец света и спасутся только те, которые живут за Кавказом. И они приехали, у них был швабский диалект, особо сохранился швабский. И вот я такую еще информатку в Казахстане нашла. Там сразу слышали, что это швабские сепаратисты. Аминониты, да, это замечательная тоже глава из истории, причем разных стран. И у них совершенно потрясающий диалект нижненемецкий, смесь с фрискиным и голландским. И они долгое время жили около Данцига. И там поэтому этот диалект сформировался. А потом, когда часть Польши отошла к Пруссии, они стали уезжать, потому что им даже нельзя прикасаться. И они жили в России, им там разрешили им служить воинной. И у них потрясающий диалект. потрясающий вообще их община. И я их видела в Казахстане. Я их нашла просто по фамилии в Германии. У меня замечательная запись, очень интересные фотографии. И к сожалению, они сейчас как-то теряют этот диалект. Религию нет, они смешиваются с бахтистами. И таких вот минонитов много в Гвайе, Парагвайе в Америке. И есть два типа, одни такие швейцарии, а другие на этом потрясающем языке говорят. И сейчас мы обрабатываем архив Максимовича Жерманского. И там есть часть анкет с Украины, где вот эти диалекты. сразу как это потрясающие люди, у которых я будет эти. Ну подумайте, как общить. Эть, эти. У них такие мягкие люди. Потрясающе вообще они говорят, церковь будет тетей, я будет эти. Но это другая тема, потому что они не про Петербург. Скажите, пожалуйста, топонимические упростить можно? Да, топонимические следы какие-то остались и как это в окрестнице Петербурга проходило? Ну вот топонимические в окрестностях Петербурга нету, потому что называлась Новосаратовка, они по-русски назывались. И Корпина тоже осталось, их иногда называли по количеству людей. Там одна 28 метров были, а топонимических нет. вот то, что есть много тех, которые позже приехали на Украину и казалось бы это топонимическое, но это не повезло вторично. И очень много названий в честь Александровской, Екатериневской вот эти есть. А под Петербургом нет. Так и вообще оказывается все-таки не отражает топонимику, потому что есть Цюрих и не было. По-видимому не было. Резин давали такие названия. Вот амина не занимались сельскими хозяйствами. Спасибо. Спасибо.